Состоялось заседание рабочей группы Центральной избирательной комиссии. Оно по поводу вашей регистрации. Расскажите вообще предысторию и как сегодня это заседание закончилось. Предыстория была самая простая. Я решил выдвинуться самоводвиженцем в кандидат в депутат в законодательное собрание Калужской области. Для этого нужно было собрать всего лишь 1200 подписей. По какому-то непонятному условию областная избирательная комиссия сказала, что не 1200 нужно собрать, а 1320. Мы собрали по-честному эти 1320 подписей. Вернее собрали больше. Собрали где-то от 1500 до 1600. Но сдали 1320. Подписи собирали по-честному. Была команда. Я сам ходил по квартирам. Сам встречался с людьми. Сам собрал порядка 300-400 подписей. Потому что считаю, что если ты идешь в депутаты, то ты должен общаться прежде всего с народом. Подписи мы сдали 28 июля. И 5 выяснили, что из 1320 подписей 540 у нас недействительные. То есть, областная, вернее, Малорославецкая территориальная избирательная комиссия, как бы через УВД Калужской области, через экспертов, подчерковедов, не выявила ни одной фальшивой поддельной подписи. Но она предъявила претензии, что к 540 подписям есть какие-то основания, по которым в утверждении их надо отказать. И отказали. Я, собственно говоря, когда ты делаешь все по-честному, а тебя вдруг начинают обвинять в каком-то, скажем, неправовом действии. Все же, наверное, люди возмущаются. Но единственное, кто-то будет тихо на кухне возмущаться. А я решил просто написать в Центральную избирательную комиссию. И написал. Раз, написал. Два, написал. И на третий раз Центральная избирательная комиссия меня пригласила на свою рабочую группу. И выяснилось следующее, что все подписи практически они мне восстанавливают. И на сегодняшний день рабочая группа постановила, как бы, ненагласным решением, что все подписи, которые территориальная избирательная комиссия Малорославца, Малорославецкого района, Калужская областная избирательная комиссия, которые посчитали, что мои подписи недействительные, она все это отменила и сказала, что не, ребят, регистрируйте эти все подписи подлинные, настоящие. А с чем связано, на Ваш взгляд, вот как раз такое нежелание регистрировать независимых кандидатов в Калужскую область? Страх поражения. Потому что, давайте так, источником власти является народ, правда? И 1320 подписей дают мне основания полагать, что люди, которые подписались, меня, по крайней мере, хотя бы знают. Вот. А убрать, скажем, человека, который знает, это первый путь к победе, как считают члены Единой России, которые, собственно говоря, пользуются результатами такой нечестной конкуренции через своих представителей. А что сегодня было на заседании? Вы говорили, что это была видеоконференция. Да, это была видеоконференция. Там присутствовали на, скажем, на той стороне экрана представители Калужского областного избиркома, и в частности, Квасов Виктор Хрисанфович, который, к сожалению, совершенно не знает законодательства выборного, который, значит, в Калужской области действует, значит, он не знает методических рекомендаций Центральной избирательной комиссии, он не знает федеральных законов о выборах, он вообще ничего не знает. Этот человек, я не знаю, что он делает, как председатель областного избиркома, значит, очень тенденциозен, да, значит, ко мне в данном случае, я не знаю, как ко всем остальным, но наверняка ко всем остальным. Потому что, когда его, Элла Александровна Панфила спросила, а сколько у вас зарегистрировано одномандатников, он доложил, не одного. Ну, как так, не одного, да, когда люди ходят, собирают подписи, а вы им берете и все, как бы, обрубаете. На каком-то таком основании? Она задала ему справедливый вопрос. Значит, и как вы, значит, уважаемые избиркомы, значит, берете и за людей решаете, значит, и признаете, действительно подпись или недействительно. Если бы она была, понимаешь, в чем дело, если бы она действительно была подписи, вот, фальшивые, да, то можно было бы, ну, как-то вот разговаривать, что, ой, ребята, вы тут хотите нас обмануть. А когда подписи подлинные, то я уже могу с ними разговаривать, а на каком основании вы мне отказываете? И все вот эти, значит, мы видим эту подпись и считаемые фальшивые. Почему? У них по очень многим подписям даже не было, ну, просто претензий, они не могут обосновать. Вот просто, мне не нравится эта подпись, и все, понимаете? Ну, как-то вот так. Потом, скажем так, сделали территориальная избирательная комиссия, областная претензии по форме самого подписного листа. Вот я вам докладываю, что в Калужской области единого подписного листа нет. И господин Квасов, он не то, что некомпетентен, он, ну, смешно на самом деле, что подписи в разных районах области, подписные листы имеются в виду, они разные. То есть, понимаете, этот человек сидит десяток лет, как председатель областной избирательной комиссии, и у него такой бардак. И я так понимаю, что, когда ему сделали по этому поводу замечание, что получается, что ваши доводы о неправильной форме, которую он обратил ко мне, значит, подписного листа, ну, как-то они просто смешные. Если вы не предоставляете форму, то какое имеете вы право требовать форму, которую вы, собственно говоря, выдумали из своей головы. И все. Это было как раз основанием для признания подписи? Да, они 314 подписи на этом основании, на основании своей, как бы, профанации, да, то, чем они занимаются 10 лет, значит, отказать мне в их признании, в их подлинности. Но там много чего было. Вот я вам могу сказать, что, допустим, та же Малорославийская территориальная избирательная комиссия, где Жукова Ольга Васильевна возглавляет ее, значит, она постоянно вводила меня в заблуждение. Она тоже не имела подписного листа. Она, значит, на 500 депутатов, кандидатов в депутат, да, у нас в Малорославьском районе была только одна типографическая фирма. Ну, вы можете себе представить, 500 и одна типографическая фирма. Ну, это бред сумасшедший. Потом выяснилось, что, оказывается, если кандидат в депутаты из своего избирательного фонда покупает бумагу и сам себе печатает, как бы, хотя бы те же подписные листы или агитационный материал, это можно. Но при этом они все время меня уверяли, нет, нельзя, вы что, значит, и так далее. Таких претензий целая куча к этим людям. Ну, что они сидят, значит, и занимаются фальсификацией? То есть, они профаны. Профаны, которые создают проблемы на выборах. То есть, вот, и мне очень понравилось, что Панфилова сказала, что вот эти люди, да, зачистили избирательное поле до такого состояния, что выбирать не из кого. Вы что же вообще творите? Вы, как бы, выжгли землю, вернее, избирательное поле до голой земли. Заткнули все морты, и теперь сказать некому. И получается, что вот эта гоп-компания, да, обслуживает интересы. Вот кого интересы обслуживает господин Квасов, госпожа Жукова и Ижи с ним? Давайте просто потом, я думаю, после выборов мы разберемся, в чьих интересах они действуют. Ну, не в интересах Калужской области, безусловно. Кто-то, кто стоит, наверное, выше, или сидел, или стоял, или лежал. Как, я не знаю, чем он там занимался. Чем занимались эти люди? Имеете в виду команду бывшего губернатора? Я прям открыто об этом говорю. Да, команда бывшего губернатора, которая, извините, Квасов и человек губернатора, не секрет, Жукова, человек Квасова. Ну, соответственно, параллель мы проводим, да. И еще раз повторяю то, с чего я как бы начал, что самое главное – это воля изъявления народа, а не этих восьми человек из Малорославской территориальной избирательной комиссии, которые взяли и 1320 подписей пустили под откос. Кто они такие? Кто им давал право? Квасов, понимаете, вот я сейчас говорю, Квасов давал право этой Малорославской территориальной избирательной комиссии загасить мнение 1320 человек? Я вообще считаю, что вот эти люди просто должны написать заявление и уйти с своих должностей. Потому что это уголовно наказуемое деяние. Статья 142 Уголовного кодекса Российской Федерации. Препятствие на выборах в регистрации кандидатов в депутаты. Да это прям как галстук пионера.